Это устная традиция, потому что я застал, когда начинал этим делом заниматься, там 90-летние были, они из уст в уста передавали, что вот когда они приехали, 336 семей, они здесь около трое суток стояли здесь, вот, то есть они самоорганизовывались, потому что они с разных станистов, вот это вот здесь шло. 155 лет назад был создан Адагумский казачий полк с задачей взять под контроль при Черноморье. Гостогаевска – одна из станиц, а по сути, опорных пунктов. В центре станицы оставляли большую площадь, вот видите, вот эта вот большая площадь, чтобы здесь построить церковь, а вокруг церкви, чтобы народ мог собраться, сходы какие-то. В 30-е годы церковь снесли, уже в нынешнее время в Центральном парке установили памятный знак. Рядом братская могила участников гражданской войны, напротив монумент репрессированным казакам, самый большой по размеру памятник с фамилиями станичников, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны, по другую сторону Центральной аллеи, обелиск над могилой воинов, погибших в окрестностях Гостогаевской во время Великой Отечественной, а также жертв оккупации. Этой двухрядной гармонии более 70 лет. Отец купил ее Николаю Ильичу после войны. В трудные годы душа сама тянулась к музыке. От ветра и огня, казачка молодая, садилась на коня. Песня «Верный спутник казака». Александра Черная – одна из потомков первопоселенцев. Петь начала с молодости. Потом был перерыв, семья, дети. Теперь вновь появилось свободное время. Говорит, что не может жить без двух вещей – песни и родной станицы. Как нехорошо, как где поедешь, а дома лучше. Очень хорошо изменилось. Это как в хорошую сторону. Облагораживается. Все лучше. Николай Иванович Гончаров ведет свой рот от фамилий Кривонос и Герун. Сейчас его внуки учатся в казачьем классе. Нынешней молодежью старожил доволен. Стало меньше хулиганства, а порядка больше. Клянусь честью внести звание кубанского казака и быть верным сыном моей родины – Россией. Клянусь! Клянусь! Еще один шаг к взрослой жизни. Так сказал священник. Клятву принесли 50 учащихся казачьих классов. Теперь в двух школах около 200 казачат. Помимо прочего, их учат обращаться с лошадьми. Но и сами они явно к ним тянутся. Я учусь, мы с классом ездим на конючню. Сложное дело? Поначалу да, потом привыкаешь. Первый раз я, конечно, сел без инструктора сам. Думаю, попробую. Два раза упал в первый раз, а там дальше уже падал-падал и как бы научился держаться в седле. Алексей уже начинает осваивать жигетовку. Закончил школу, записался в казачье общество. Учится в университете. Казачество для него прежде всего – помощь людям.